Шрила Прабхупада относится, описывает, вернее, выражает свое глубокое отношение к Шире Бахсинандису, Расову Титакуру. Шрила Прабхупада не всегда им делился. Согласно Шастре, самые глубокие, самые сокровенные взаимоотношения нужно бережно хранить в своем сердце и не открывать их обычным людям по первому запросу, как какие-нибудь драгоценные специи или благуханные субстанции нужно хранить в плотном сосуде, чтобы они не выветрились. Точно так же имя своего божества, имя своего духовного учителя, мантру, которую дал нам духовный учитель, и так же Джапа Малу, четкий, который дал нам духовный учитель. Эти четыре объекта поклонения и служения нужно бережно хранить в своем сердце. И Шрила Прабхупада не так часто говорил о своих сокровенных взаимоотношениях со своим духовным учителем, хотя вся его миссия была самым лучшим доказательством и прославлением его. В конце концов, кто, как не тот, ради которого мы можем всю свою жизнь жить и готовы ради него умереть, является главным для нас. И своей жизнью мы показываем, кто для нас главен. Каждый может заглянуть в свою жизнь и понять по этой формуле, кого мы своей жизнью прославляем. Ответ нас может разочаровать. Прославляем мы обычно себя своей жизнью. Ради себя мы готовы жить и даже умереть, но в жизни таких великих преданных, как Шрила Прабхупада, всегда стержнем, красной нитью, источником вдохновения, целью, устремлением и силой является кто-то другой. Бхакти невозможно заниматься ради себя. Это нонсенс. Так же, как нельзя хлопать одной ладонью. Невозможно жить преданным служением бхактии ради себя, ради своего духовного прогресса. Бхакти по определению Шрила Рупа Госвами – это состояние сознания, в котором все мотивы, абилаши в жизни преданного посвящены служению Кришне или его Кришнаану Шрилу нам, его чистым преданным. Бескорыстны и непрерывны. И вся жизнь Шрила Прабхупада как раз является таким ярчайшим доказательством того, что значит жить посвященным служению своему духовному учителю.